В столице Татарстана Картинг-центра Казан Мол опробовали профессиональные спортсмены и стримеры. Они объединились в команды по два пилота. Технология фиджитал-гонок предполагает эстафету между ними. Первый пилот стартует на реальном треке. Затем передает эстафету своему напарнику за гоночным симулятором. Второй пилот после прохождения маршрута пересаживается за руль картинга. Затем эстафету вновь передается первому пилоту, который финиширует в симуляторе. На самом деле на симуляторе ехать сложнее, чем на карте. Я думаю, что если мы посмотрим по временам на круге, то там тоже все будет выглядеть с большим разбросом между лидерами и отстающими. А так как бы и там, и там круто, но, конечно, на симуляторе требуется больше точности, больше чувства, обратной связи и так далее. В итоге очень даже понравилось и есть желание, может быть, повторить. Но в UFC навряд ли. Не хочется, чтобы тем морду набили. А в подобном очень круто. Даже сам бы, может быть, подобное организовал среди друзей. Уже 26 ноября в рамках Фиджитал единоборств состоится турнир бойцов в игре Mortal Kombat и смешанных боевых искусствах. А в декабре состоится хоккейный турнир нового формата, где спортсмены сыграют в НХЛ, а затем выйдут на лед по правилам хоккея 3 на 3. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюз.